Прежде всего я хочу сказать, что я от Ирин левинголог, фониатор, то есть левинголог, который специализируется, так принято считать, узко специализируется в вопросах патологии, диагностики и лечения заболеваний голосового аппарата. Нельзя думать о том, что нарушениями волоса страдают только лишь певцы или только лишь педагоги. Это может быть любой человек. Да, конечно, существуют совершенно четкие рекомендации. Прежде всего это сон, то есть мы сохраняем энергию. Сон для голоса может быть даже важнее, нежели какое-то обильное питание. Иной раз лучше выспаться, нежели поесть. Поэтому если мы хотим иметь хороший голос, надо засыпать до 12. Это первое. И сон должен быть регулярным. Второе – это регулярность питания. Не большие порции, но регулярные. То есть 5 приемов пищи, из них 3 основных и 2 перекуса. Это вот основная такая вещь. К сожалению, я говорю простые банальные вещи, но если мы вспомним, как питаемся мы сами и как мы наедаемся, когда мы возвращаемся домой в 6 или в 7 или в 8 или даже в 9 и позже часов вечера, то мы поймем прекрасно, что это достаточно сложные, выполняемые рекомендации. Как, впрочем, и физкультура. Обыкновенная физкультура, которую тоже все рекомендуют, всегда делаете. Не обязательно ходите в клубы. Это прекрасно, это чудесно. Но самое простое – утром встать и сделать физкультуру, и, пожалуйста, подготовить свое тело уже к совершению тех или иных задач, которые мы ставим перед собой. И в том числе и для голосового аппарата. Потому что перед тем, как профессионал голоса пойдет и будет распеваться своим вокальным педагогом или придет к своему мастеру в театре в том числе, он должен подготовить свое тело, потому что голосовой аппарат не может жить изолированно, без содружественной работы нашего позвоночника, нашего мышечного корсета и так далее и тому подобное. Вот даже от того, как мы стоим, уже может зависеть наш голос в перспективе. Поэтому физкультура, сон, регулярное питание, эмоциональное состояние, эмоциональный настрой, безусловно, также важен. Ну и, конечно, не рекомендована табакозависимость. Это считается табакозависимость, которая, к сожалению, приводит к очень тяжелой гортанной патологии под названием рак гортани. И, соответственно, приводит даже к смерти наших пациентов или к их очень серьезной инвалидизации, вплоть до оперативного лечения по удалению гортани. В настоящий момент есть препараты, которые помогают голосовому аппарату, в том числе гомеопатические препараты, комплексные гомеопатические препараты, которые мы тоже достаточно широко используем. И, в принципе, весь арсенал того, что современная наша отечественная медицина – это и медикаментозная терапия, и физиолечение. Это огромный пласт советской медицинской школы, которая до нас дошла, до нашего времени, сохранилась, и которую мы тоже используем. Поэтому в реестре современного от ливенголога-фониатора есть, в принципе, все. Главное, чтобы это было доступно, начиная от медицинской помощи до педагогической помощи. И медицинская помощь подразделяется на медикаментозную, физиотерапевтическую. И главное – дойти до ливенголога. Для тех, кому не противопоказаны тепловые процедуры – парение ног. Особенно в парадроме это можно же сделать. И если кто-то знает за собой, что это невозможно осуществлять, то, конечно, нельзя. Маленькие детки парят ножки с горчичкой в том числе. Конечно, наши природные фитонциды – это и чеснок, и лук. Но самое главное – необходимо создавать условия для нашего организма, чтобы он не болел. А как их создавать? Что является основой для нормальной работы иммунной системы, в которую очень часто мы в последнее время вмешиваемся, все, в том числе и врачи? Так что является основой? Это наши ресурсы энергетические. Это сон, о котором я говорил, и получаем мы энергию из питания. Но если питание в последнее время у нас достаточно дискутабельно во всех отношениях, в том числе и в качестве продуктов, мы это часто с экраном, с телевизором видимые в профессиональном обществе, обсуждаем в сообществе, то вот сон – это уж сугубо дело субъекта. Поэтому, товарищи, спите, спите и обрящите хорошее здоровье, потому что в этот момент человек не просто получает энергию, не просто он высыпается, не просто женщина становится снова привлекательной, но в том числе наша иммунная система работает как часики. Вот тогда сопротивляемости есть. А если еще добавить в разумных пределах физкультуру, а если еще добавить какие-то меры по так называемому рациональному закаливанию, то тогда в таком случае, помните, как в советское время всех выводили, строили, и прямо на улице в зимнее время все делали физкультуру. Вот, пожалуйста, пример элементарный. И если вот действительно с нами случилась какая-то такая проблема, но не доспали мы в конце концов, в этой ситуации очень важно действительно знать какие-то маленькие механизмы. Они, может быть, не на уровне оперных певиц, но тем не менее. Помычать, можно найти этот звук. Во-первых, мычание потрясающе совершенно консолидирует работу голосового аппарата, артикуляционного аппарата. Прямо на закрытом рте и полуоткрытый рот, на сомкнутые губы, направляя звук непосредственно в твердое небо, тем самым раздражая ветви черепных нервов и давая информацию гортане и голосовым складкам в свою очередь, что необходимо грамотно и полноценно замыкаться. И вот таким вот нехитрым совершенно методом мы можем настроить свой голосовой аппарат. То есть есть различного плана распевки, который позволяет полностью настроить голосовой аппарат на рабочий лад. Точно так же, как спортсмен не выходит на тренировку, не проведя разминку. Такая же история здесь, потому что гортань – это мышечный в том числе орган, и голосовые складки – это прежде всего мышца. И если не подходить именно с этой позиции, то удачи нам не видать, и нарушение голоса так или иначе будет нам встречаться. Ну и, конечно же, желательно не кричать друг на друга, получать удовольствие от общения, и тогда, особенно женщинам. Поэтому вне зависимости от того, какой сезон, нарушение голоса всегда мы можем ожидать, и проблемы с ухо, горлом, носом тоже, потому что есть кондиционеры, потому что есть лёд в наших фужерах. В большом количестве раньше никто не добавлял такого количества. А сейчас это и происходит. Поэтому, конечно же, это ненормально, потому что зачем нам пить какие-то, в том числе, газированные напитки, которые так или иначе уже влияют на голос. Ну, желательно не ранее 9 лет. Почему? Потому что ребёнок, мозг ребёнка созревает, и вообще весь ребёнок созревает к этому возрасту. Надо сказать, что им голосовые мышцы не готовы ещё к несению подобной нагрузки, потому что голосовые складки созревают где-то к годам 12. И вот эти анатомо-физиологические особенности, к сожалению, не всеми современными педагогами учитываются. В основном, могу сказать честно, дети недолюбленные кричат. Любить их надо и побольше. И очень важно, с каким голосом мать разговаривает со своим ребёнком. Если она на него кричит, то рано или поздно ребёнок закричит. Субтитры подогнал «Симон»